Здравствуйте, дорогие второклашки! Рада вас вновь приветствовать. Тема нашего сегодняшнего урока по русскому языку называется «Чубарь. Доброта нужна всем людям». Также мы пройдем с вами рассказ Зейналовой «Дурная привычка». Пройдем также тему «Звонкие и глухие согласные». Для начала давайте с вами прочитаем вместе стихотворение. Чубарь. Доброта нужна всем людям. Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрых будет. Говорят, не зря при встрече добрый день и добрый вечер. И не зря, ведь есть у нас пожелание в добрый час. Доброта она от века, украшение человека. Дорогие друзья, теперь давайте подумаем и ответим на вопросы. Определите жанр произведения. Конечно, это стихотворение. В каких строчках заключена основная мысль стихотворения? Она заключена именно в последних строчках. Доброта она от века, украшение человека. Верно, друзья. Что, по мнению автора, является украшением человека? Конечно, вы все хором скажете доброта. А как считаете вы, дорогие друзья? Я думаю, вы согласны с автором. Вы такого же мнения. Какие еще поступки могут украшать человека? Подумайте, дорогие друзья. И давайте ответим на этот вопрос. Конечно, вы скажете скромность, воспитанность и другие нравственные качества. Я уверена, вы перечисляете эти качества верно. Друзья, давайте составим кластер на тему доброта. Вспомним, что такое кластер. Мы выпишем слово доброта в центре. Доброта. И по краям напишем все, что относится к этому слову. То есть, как солнышко у нас получится в центре слова доброта. И от него отходят вот такие вот лучики, где мы напишем с вами разные слова, которые относятся к слову доброта. Доброта. Еще что можно к этому слову подобрать? Конечно, это сострадание. Затем. Еще можно что? Взаимовыручка. Помощь. Подумайте, дорогие друзья. Еще по два-три слова заполните в этот кластер самостоятельно. Ну а мы с вами смотрим дальше. Теперь, дорогие друзья, давайте прочитаем следующий рассказ Габибы Зейналовой, дурная привычка. Джамиля хорошая девочка, добрая, милая, но есть у нее одна плохая привычка. Стоит двум-трем взрослым собраться вместе, чтобы поговорить о чем-то, Джамиля тут как тут. Незаметно протиснется поближе и слушает, о чем говорят взрослые. Смеются они, Джамиля тоже смеется. Возмущаются, Джамиля делает строгое лицо, хмурит брови, наверняка ничего не понимает из того, что говорят старшие, но старается делать так, как они. Однажды Джамиля играла во дворе. Поиграв с ребятами вдоволь, уставшая, она пришла домой. Еще в коридоре она услышала голоса родителей. Отец о чем-то говорил с матерью. О чем это они подумала? Тихонечко прикрыв за собой наружную дверь, Джамиля на цыпочках прошла в комнату, притаилась за портьерой. Навострила уши, чтобы лучше слышать, но лучше бы она не стояла за портьерой и не слышала бы ничего. Вот что она услышала. У Джамиля нашей одно ухо страшно вытянулось, сказала мама, вздохнув. Так неприятно видеть ее длинноухой, не знаю, что и делать. Джамиля потрогала ухо. Кажется, мама права. Правое ухо чуть длиннее. Может, показалось? Сердце уже сжалось, захотелось подойти к зеркалу, но тут заговорил папа. Я знал одну девочку, сказал он. У нее было то же самое. Ухо одно сильно вытянулось. Подружки ее назвали длинноухой. Джамиля не на шутку испугалась, задрожала. На лбу выступили капельки пота. Стояла как вкопанная, не в силах была сдвинуться с места. С трудом откинула портьеру. Отец и мать улыбались. Джамиля вошла в комнату, хотела что-то сказать, но не смогла. Заплакала. Тут только она поняла, что отец и мать шутят. Ухо ее не вытянулось. Было такое же, как и прежде. Но она поняла, на что намекали родители. С тех пор никто не видел, чтобы Джамиля подслушивала чужой разговор. Друзья, давайте ответим на вопросы. К какому жанру можно отнести произведение? Верно, это рассказ. Выясните значение слов вдоволь и портьера. В случае затруднения обратитесь в словари в ваших учебниках. Давайте выясним, что же такое вдоволь. Вдоволь – это означает в изобилии. Вполне достаточно. А что ж такое портьера? Портьера, ребятки, это занавеска из тяжелой материи. Какой девочкой была Джамиля? Опишите ее. Автор вначале говорит, что она была хорошая, милая девочка, но у нее была дурная привычка. Дурная привычка подслушивать чужие разговоры. Какие качества человека можно считать отрицательными? Ребятки, именно в этом рассказе говорится о том, что подслушивать чужие разговоры нельзя, это нехорошо. А какие еще отрицательные качества вы знаете? Перечислите их, пожалуйста. Я думаю, вы уже начали их перечислять. Молодцы. Как вы думаете, почему Джамиля заплакала? Она заплакала от того, что она поняла свою ошибку. Она поняла, что она делала неправильно. Поняла ли Джамиля, что ведет себя неправильно? Докажите словами из текста. Давайте вернемся к нашему тексту и найдем эти строчки. Джамиля вошла в комнату, хотела что-то сказать, но не смогла. Заплакала. Тут только она поняла, что отец и мать шутят. Ухо ее не вытянулось. Было такое же, как прежде. Но она поняла, на что намекали родители. С тех пор никто не видел, чтобы Джамиля подслушивала чужие разговоры. Верно. Выполним упражнение номер 2 на страничке 73 в ваших учебниках. Прочитайте, по какому принципу слова разделены на две группы. Чем отличаются друг от друга эти слова. Образуйте, запишите пары слов. Подчеркните буквы, которыми они различаются. Давайте посмотрим на данные слова. Борт. Давайте выпишем это слово и найдем его пару. Борт. Пара его будет порт. Мы образовали пару слов. Давайте подчеркнем буквы, которыми они различаются. Первое слово начинается на букву Б. Второе слово начинается на букву П. Следующая пара слов. Дочка. Найдите его пару. Дочка. Найдем следующую пару слов. Гора. Пара его. Кора. Подчеркнем. Итак, последняя пара слов. Жест. Его пара. Шест. Подчеркнем. Ж и Ш. Звуки. Ж, Ш. Дорогие друзья, буквы, которыми они различаются, мы с вами подчеркнули. Теперь обратим внимание на правила. Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие согласные – это звуки, в образовании которых участвует голос и шум. Звонких звуков 11. Запомните это, дорогие друзья. Н, М, Л, Р, Й, Б, В, Г, Д, Ж, З. Глухие согласные – это звуки, в образовании которых участвует только лишь шум. Глухих звуков 10. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч, Щ. Вот эти звуки, дорогие друзья, тоже запомните. Выполним упражнение номер 3. Прочитайте слова, сравните первые звуки в словах. Какой звук произносится с голосом и шумом, а какой только с шумом. Бочка, почка. Давайте сравним первые звуки. Б, П. Какой из них произносится с голосом? Конечно, Б. А какой с шумом? П. Следующие пара слов. Вата начинается на звук В. Фата начинается на звук Ф. Посмотрите, В произносим с голосом и шумом, а Ф произносим только лишь с шумом. ГОСТЬ начинается на звук Г, КОСТЬ начинается на звук К. Г произносим с голосом и шумом, К произносим только лишь с шумом. Верно. Оставшиеся слова таким же образом разберите самостоятельно. И спишите данные слова, подчеркивая. Звонкие согласные одной чертой, а глухие двумя. Давайте это выполним вместе. Найдем все звонкие согласные и подчеркнем одной чертой. Д, Ж, З. А глухие согласные подчеркнем двумя чертами. П, Ф, К, Т, Ш, С. Вот теперь перепишите данные слова аккуратно в вашей тетрадочке и подчеркните. Составьте предложение со словами одной из пар. Выберите любую пару слов, которые вам понравились, и составьте предложение. Например, День, Тень. Сегодня жаркий день. Или Мы увидели свою тень. Вы можете составить свои предложения, дорогие друзья. Пятое упражнение. Спешите, подчеркните слова, в которых все согласные звуки глухие. Перепишите данные слова, а давайте подчеркнем глухие согласные вместе. Найдем сначала слова, в которых все согласные глухие. Кошка. В этом слове все согласные глухие. Подчеркнем их К, Ш, К. Лампа. Здесь есть и звонкие, и глухие согласные. Гриб. Здесь все согласные, звонкие. Пост. Все согласные. Какие? Глухие. Подчеркнем это слово. Так же, как слово кошка предыдущее. Кофта. Здесь все согласные, тоже глухие. Подчеркнем это слово. Баночка. Нет. Бабочка. Нет. Вход. Здесь есть и звонкие, и глухие согласные. Коса. Здесь все согласные, глухие. Ушко. Здесь тоже все согласные, глухие. Подчеркнем. Молодцы, ребятки. Теперь в учебниках на страничке 76 прочитаем следующее правило. Парные согласные, они делятся на звонкие и глухие. Звонкие. Б, В, Г, Д, Ж, З. Глухие. П, Ф, К, Т, Ш, С. Запомните это, дорогие друзья. Теперь, пользуясь этой заметкой, выполним следующее упражнение. Выпишите и запишите слова, в которых звучание парного согласного совпадает с его написанием. Холод. Здесь не совпадает, так как оглушается на конце буковка Д. Слышим, как звук Т. Холод. Здесь мы как слышим, так и пишем. Нам необходимо выбрать и записать слова, в которых звучание парного согласного совпадает с его написанием. Значит, вы выпишите слово холодильник. Холода. Здесь тоже совпадает. Это слово тоже выписываете. Холодный. Тоже совпадает. Выписываете ваши тетрадочки. Гриб. Здесь не совпадает с звучанием и написанием. Мы это слово не пишем. Грибки. также не совпадает звучание и написание. Грибы здесь совпадает написание и звучание, выписываете. Грибочки также выписываете. Грибник тоже выписываем. Хлеб не совпадает звучание и написание. Хлебница совпадает, выписываем. Хлеба тоже пишем. Хлебный мы тоже запишем в тетрадочки. Лес в этом слове и звучит, и пишется одинаково. Мы выписываем. Леса тоже пишем. Лесник тоже пишем. Лесок тоже выписываем в ваши тетрадочки. Друзья, теперь прочитаем правила в учебнике. Написание парных согласных на конце слов нужно проверять. Чтобы проверить парный согласный, нужно изменить слово так, чтобы после согласного стоял гласный или согласный звуки на Л, М, Р. Рукав, рукава, рукав. Мороз, морозный, мороз. Круг, круглый, круг. Дуб, дубрава, дуб. Парный согласный, это орфограмма. Запомните, друзья. Пятое упражнение. Запишите слова парами, вставляя пропущенные буквы. Ястребы, ястреб. Клювы, клюв. Необходимо дописать буковку В. Берега, берег. Запишите аккуратненько пары слов. Затем мы видим слово торты. Торт. Ребятки, остановимся на слове торты. Говори правильно. Есть рубрика. Давайте прочитаем. Пить чай с тортом. С тортами в магазине нет торта. Тортов. Произносите правильно. Шалаши. Шалаш. Сторожа. Сторож. Жуки. Жук. Плоды. Плод. Карнизы. Карниз. Подносы. Поднос. Теперь запишите данные слова аккуратно в ваши тетрадочки. Дорогие друзья, на этом наш очередной урок подошел к концу. Напоследок вам задание. В учебнике на страничке 74 выполните упражнения номер 4 и 6, а также на страничке 75 выполните упражнения номер 2 и 3. А я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие второклассники. Я приветствую вас на уроке математики. Сегодня мы с вами научимся складывать двузначные числа с однозначными числами. Давайте рассмотрим один пример. При сложении однозначного и двузначного числа сумма единиц может быть равна или 10, или иногда она переходит через десяток, то есть сумма получается больше, чем 10. Как поступать, как решать примеры такого вида? Давайте рассмотрим пошагово, как решать эти примеры. Посмотрите на модель числа. Два десятка, 7 единиц. Это число 27. К 27 нужно прибавить 5. 5 – это единицы. Посмотрите, ребята, мы в столбик единицы записываем обязательно под единицами. Теперь складываем единицы. 7 прибавить 5. К 7 прибавить 5 у нас получается 12 единиц. Ребята, а мы с вами знаем, что число 12 единиц состоит из одного десятка и двух единиц. Как мы поступаем в таком случае? Тогда один десяток от 12 мы добавляем к разряду десятков и оставшиеся единицы записываем под единицами. Посмотрите, как это показано на модели. То есть у нас было 7 единиц. От 5 единиц мы забрали 3 единицы, чтобы дополнить эти 7 единиц до десятка. И у нас осталось лишние 2 единицы. Третий шаг. Мы этот десяток добавляем десяткам. Что у нас получается в десятках? 2 десятка, 1 десяток, который получился из единиц, и 0 десятков, потому что во втором слагаемом разряд десятков отсутствует. И у нас получается в разряде десятков 3 десятка, а в единицах осталось 2 десятка. В модели показано это так. 3 столбца по 10 и 2 единицы. Следовательно, 27 прибавить 5, у нас получилось 32. Теперь, ребята, этот же пример можно решить по прямому счету, то есть используя числовую ось. Как мы это делаем, ребята? На числовой оси число 27 отмечено красной точкой. И сейчас нам нужно от числа 27 шагать вправо, так как знак плюс мы с вами знаем. Знак плюс – это движение направо. Знак минус – это движение налево. 5 шагов вправо. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. И мы с вами пришли к числу 32 на числовой оси. Вот так вот можно решить этот пример с помощью прямого счета. А теперь давайте применим эти наши знания при решении следующих примеров. Посмотрите, нам нужно составить примеры по рисункам и решить их. Дана модель чисел. 3 десятка, 7 единиц. Получается число 37. К этому числу нужно добавить 6 единиц. Обратите внимание, как это записано в столбик. Единицы. 6 – это единицы. Единицы записываются под единицами. При сложении единиц у нас получается двузначное число. Число 13. Мы записываем только единицы, то есть цифру, обозначающую единицы. А цифру, обозначающую десяток, мы переносим в следующий разряд. И у нас получается 3 десятка у нас было. Из единиц у нас получился еще один десяток. В сумме получилось 4 десятка, 3 единицы. Следовательно, ответ этого примера составляет 43. Теперь давайте применим эти знания при выполнении заданий. По модели давайте посмотрим, какое число у нас смоделировано. 4 десятка, 7 единиц. Верно, ребята. Это составляет число 47. А сколько единиц нужно добавить? 1, 2, 3, 4. Прибавляем 4. Обратите внимание, что единицы записываем обязательно под единицами. При сложении единиц 7 прибавить 4 у нас получается двузначное число 11, в котором в единицах цифра 1, а в десятках у нас получился 1 лишний десяток. Этот лишний десяток мы добавляем к десяткам. В сумме получается 5 десятков. Следовательно, наш ответ 51. Молодцы, ребята. Перейдем к следующему примеру. Давайте посмотрим, какое число смоделировано на этом рисунке. 2 десятка и 5 единиц. Это составляет число 25. К 25 нам следует прибавить 8 единиц. Под какой цифрой я напишу 8? Под двойкой или пятеркой? Верно, ребята. Я напишу под пятеркой. 8 единиц. А теперь считаем. При сложении единиц у нас вновь получилось двузначное число 13, в котором 1 десяток 3 единицы. 1 десяток мы переносим в разряд десятков, оставшиеся единицы записываем под единицами. Складываем десятки. 2 десятка прибавить 1 десяток тоже составляет 3 десятка. Следовательно, 25 прибавить 8 будет 33. Очень хорошо. Перейдем к решению примеров. Давайте применим эти наши знания при решении примеров. Перейдем к первому примеру. 5 прибавить 7. Сколько будет? Верно, 12. В числе 12 у нас 1 десяток и 2 единицы. Единицы записываем под единицами. 3 десятка прибавить 1 десяток составляет 4 десятка. Ответ 42. Перейдем к следующему примеру. 55 прибавить 8. При сложении единиц у нас получается двузначное число 13, в котором есть 1 десяток. Мы его записываем в разряде десятков. А в единицах остается 3 единицы. И 5 десятков прибавить 1 десяток составляет 6 десятков. 18 прибавить 3. 8 прибавить 3. Будет 11. 1 десяток получился у нас. Значит, добавляем в разряд десятков. Единицы оставляем под единицами. И 1 десяток прибавить 1 десяток. Получается 2 десятка. Следующий пример. 7 прибавить 3. При сложении 7 и 3 у нас получается круглый десяток. Но опять-таки в разряде десятков у нас получился 1 целый десяток. Мы его записываем. Добавляем в разряд десятков. А в единицах у нас осталось 0. Так и записываем 0. 4 прибавить 1. Будет 5. Следовательно, к 47 прибавить 3. Будет 50. Последний пример. 2 прибавить 9. В сумме получается 11. Вновь у нас получился лишний десяток. Добавляем его в разряд десятков. В единицах у нас осталось 1. 2 десятка прибавить 1 десяток. Составляет 3 десятка. Вот мы с вами решили пример с помощью сложения единиц. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справляетесь с заданиями. А теперь давайте изучим следующий способ сложения. Ребята, сумму можно найти быстрее, если одно из слагаемых разделить на части. То есть разложить на части. А на какие именно части можно разложить? Почему в этом примере 7 разложили именно на части 2 и 5? Ведь 7 можно разложить как 6, 1, 3, 4. Почему выбрали именно этот вариант разложения? А вот почему. Для первого слагаемого, ребята, посмотрите. До круглого десятка недостает 2 единицы. Следовательно, мы должны одно из слагаемых дополнить до круглого десятка, а потом оставшиеся единицы добавить к этому круглому десятку. То есть это метод округления. Мы добавляем недостающие единицы до следующего круглого числа. Число 58. Следующее круглое число после числа 58 – это 60. Сколько единиц не хватает? 2 единицы, верно. Эти недостающие 2 единицы мы забираем от 7. Забрали от 7 2, у нас остается вторая часть семерки 5. И обратите внимание, к 58 мы добавили 2, у нас получился круглый десяток 60. И от 7, когда мы 2 забирали, осталось 5 единиц. К 60 прибавляем 5, получается 65. И вот наш итоговый ответ. 58 прибавить 7 равно 65. Понравился вам этот способ решения? Да, он тоже очень удобный. И в следующих примерах мы применим именно его. Давайте приступим к работе. 47 прибавить 4. Давайте посмотрим. Числу 47 до следующего круглого десятка сколько единиц не хватает? Конечно же, не хватает 3 единицы. Поэтому 4 я разложу именно вот в таком виде, как 3 и 1. Я же могу 4 разложить и как 2 и 2. Но для этого примера мне нужен этот вариант разложения. Теперь складываю. 47 прибавить 3 будет сколько? Верно, ребята. Будет 50. Затем к 50 я прибавляю оставшуюся единицу. И 50 прибавить 1 будет 51. Следовательно, 47 прибавить 4 составляет 51. Вот как удобно это все можно решить. В дальнейшем, ребята, весь этот процесс вы будете производить в уме. И вы сразу сможете прибавлять к двузначному числу однозначное. Давайте дальше. К 58 нужно прибавить 5. Скажите, какой вариант разложения пятерки я выберу? Конечно же, для числа 58 до следующего десятка не достает 2 единиц. Поэтому я 5 разложу как 2 и 3. То есть сначала к 58 я прибавлю 2, чтобы получился круглый десяток. А затем к полученному круглому десятку добавлю оставшиеся 3 единицы. Следовательно, 58 прибавить 5 составит 63. Все то же самое проделываем со следующим примером. 86. Следующий круглый десяток после 86 – это 90. До 90 сколько единиц не хватает? 4. Мы видим, все 4 единицы добавятся сюда. Следовательно, получится 10. Давайте сделаем так. К 86 сразу прибавим 4. 6 прибавить 4 – 10. То есть получился новый десяток. У нас было 8 десятков, а получилось 9 десятков. И это составляет число 90. 59 прибавить 5. Какой вариант разложения пятерки я выберу? 3, 2 или 4, 1? Конечно же, мне удобно разложить пятерку как 1 и 4, потому что число 59 до следующего десятка не достает 1 единицы. Добавим 59 прибавить 1 – получится круглое число 60. И к 60 добавляем оставшиеся 4 единицы. 60 прибавить 4 – будет 64. Следовательно, 59 прибавить 5 составит 64. Ребята, оставшиеся примеры решайте точно в таком же порядке. Молодцы. Перейдем к следующему заданию. Перед нами задача, которая требует решения. В баке 75 литров воды, а в баллоне 8 литров воды. Воду из баллона перелили в бак. Сколько литров воды стало в баке? Если воду перелили в бак, значит воды в баке станет больше. А когда больше, мы что делаем, ребята? Конечно же, мы складываем эти числа. 75 литров, добавили 8 литров. Давайте подумаем, какой вариант сложения мы здесь применим. Давайте применим вариант дополнения до круглого десятка. Число 75. Сколько не достает до следующего круглого десятка? Конечно же, не достает 5. И останется у нас еще 3 единицы. 75 прибавить 5, получится 80. И к 80 мы прибавляем оставшиеся 3 единицы. Получается 83 литра. Следовательно, в баке станет 83 литра воды. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справляетесь с заданиями. Перейдем к следующей задаче. В книге, которую читает Айнур, 48 страниц. Это на 8 страниц меньше, чем в книге, которую читает Самир. Сколько страниц в книге, которую читает Самир? Ребята, когда в условии задачи мы встречаемся вот с таким выражением, это на 8 меньше. Такой тип задачи называется обратные задачи. То есть 48 страниц уже известно. И это на 8 страниц меньше. Следовательно, в книге, которую читает Самир, на 8 страниц больше. Поэтому мы от 48 не отнимаем 8, а прибавляем 8. Потому что 48 – это меньшее количество страниц. Следовательно, в книге, которую читает Самир, на 8 больше. Какой вариант сложения выберем? В этом примере нам удобнее будет сначала сложить единицы. Потому что, посмотрите, в единицах у нас получается двойное сложение числа. Значит, 48 мы отделяем десяток, 40, а единицы прибавляем отдельно, так как ответ этого двойного сложения нам известен. Мы с вами знаем, что двойное сложение 8 равно 16. К 40 прибавляем 16 и получается 56 страниц. Значит, в книге, которую читает Самир, 56 страниц. Видите, как различными способами можно складывать двузначные и однозначные числа. Молодцы, ребята, вы хорошо справляетесь с заданиями. А теперь приступим к решению следующей задачи. Сабина разложила 36 яиц в упаковке с 10 ячейками. Она принес корзине еще 9 яиц. Давайте сначала ответим на первый вопрос. Сколько всего яиц стало? Мы складываем 36 и 9. Какой вариант сложения мы с вами выберем? Давайте выберем вариант дополнения до круглого десятка. 36. Следующий круглый десяток это 40. Сколько не хватает 36? Конечно же, 4. Поэтому мы выбираем вот такой вот вариант разложения 9, как 4 и 5. 36 прибавить 4 будет 40. И к 40 прибавляем 5. Получается 45 яиц. Получается у детей вместе получилось 45 яиц. Сколько яиц останется в корзине? Если Сабина переложит все яйца из корзины в пустые ячейки. Значит, давайте посмотрим, а сколько пустых ячеек было у Сабины. У нее было 36 яиц. Она их разложила в упаковке по 10. Давайте посмотрим, сколько раз можно от 36 отнять 10. 36 отнять 10 будет 26. Отнимаем еще 10. Останется 16. Отнимем еще 10. Останется 6 яиц. И если Анар принес еще 9 яиц, давайте посмотрим, 6 и 9, значит, в упаковке осталось пустыми сколько ячеек? Конечно же, 4, потому что 6 яиц уже заполнили следующую упаковку. Из 9 яиц Анара мы 4 яйца добавляем в пустую упаковку. И останется у нас еще 5 яиц. Следовательно, сколько яиц останется в корзине? В корзине останется ровно 5 яиц. Ответ этой задачи составит 5. Ответ 5 яиц останется в корзине. После того, как Сабина переложит яйца Анара в упаковку. Вот так вот решается эта задача. Перейдем к следующей задаче. Чаши числовых весов уравновешены. То есть, что означает уравновешены? Левая часть весит столько же, сколько правая часть весов. Какое число должно быть вместо вопросительного знака? Давайте посмотрим. В левой чаше весов 17 и 7. Давайте сложим. 17 прибавить 7. Чему равно? Давайте применим двойное сложение. 17. В числе 17 есть круглый десяток 10. А 7 и 7 мы знаем готовый ответ. Двойное сложение 7 составляет 14. 10 прибавить 14 составит 24. Значит, в правой части весов должно быть 24. Перейдем к следующим весам. В правой части весов у нас вот такая вот масса. 34 и 9. Какой вариант сложения выберем? Давайте здесь мы выберем, ребят, вариант сложения единиц. 9 прибавить 4 будет сколько? 13, верно. Мы в единицах записываем 3, а десяток запоминаем, переносим в разряд десятков. В десятках у нас было 3 десятка, добавляем еще один десяток, получается 4 десятка. В сумме составляет 43. Значит, на левой чаше весов должно быть число 43. Перейдем к следующему заданию. На левой чаше весов у нас вот такая масса. 53 прибавить 8. Опять давайте применим сложение единиц. 8 прибавить 3. Сколько будет? Верно, ребята, будет 11. Значит, 1 пишем в единицах. И у нас один десяток перешел в разряд десятков. 5 десятков прибавить один десяток составляет 6 десятков. Значит, в правой части у нас должно получиться 61. Но 61 состоит из двух частей. Как мы находим неизвестную часть? Конечно же, мы от целого отнимаем известную часть. 61 отнять 20. Давайте вспомним сотенный квадрат. Если мы отнимаем 20, значит, в сотенном квадрате мы должны подняться назад по столбцу на 2 шага назад. 61, 51, 41. Следовательно, второй круг составит 41. Вот так вот нам удалось уравновесить все чаши весов. Молодцы, ребята. У нас все очень хорошо получается. Перейдем к решению следующей задачи. У Анара 45 наклеек, а у Лалы на 6 больше. Давайте с вами ответим на первый вопрос. Сколько наклеек у Лалы? Если у Лалы на 6 наклеек больше, значит, нам следует к 45 прибавить 6. Какой вариант выберем? Давайте выберем вариант дополнения до круглого десятка. После 45 следующий круглый десяток какой? 50, конечно. Числу 50 сколько не хватает? Верно, 5. Тогда мы выбираем вот такой вариант разложения шестерки, как 5 и 1. 45 прибавить 5 будет 50. И у нас остается одна лишняя единица. В сумме получается 51. Следовательно, у Лалы 51 наклейка. В задачах обязательно нужно писать пояснение, что мы находим. Сколько всего наклеек у ребят? Значит, 51 наклейка у Лалы, а у Анары 45 наклеек. Следовательно, нам следует сложить эти числа. Я выберу вариант сложения. Давайте я по действиям напишу. Это уже будет второе действие. Вариант сложения в столбик. Единица под единицами, десятки под десятками. Давайте теперь вычислим, сколько всего получается. 5 прибавить 1 будет 6. Новый десяток у нас из единиц не получился, поэтому в разряд десятков мы ничего не переносим. В десятках 4 десятка прибавить 6 десятков составляет 10. Следовательно, в сумме получилось 106 наклеек. Значит, всего у ребят 106 наклеек. Вот так вот решается эта задача. Молодцы, ребята, у нас все очень хорошо получается. И домашнее задание. Придумайте и запишите 5 примеров на сложение двузначного и однозначного числа. Ребята, при сложении используйте все изученные сегодня методы. То есть сложение десятков с переносом десятка в разряд десятков. Сложение с помощью двойного сложения. И сложение с дополнением до круглого десятка. Будьте очень внимательны при выполнении заданий. И у вас все получится. До свидания, ребята. Увидимся на следующих уроках. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами узнаем тему «Стороны горизонта». Вы, наверное, ребята часто слышите, когда передают прогноз погоды по телевидению или радио, то употребляют такие выражения, что «Завтра будет тут очень сильный северный ветер» или же «Южный ветер сменится западным». Так что же такое «Север», «Юг», «Запад» и «Восток»? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте с вами отгадаем загадку. Он и летом, и зимой, между небом и землёй. Хоть всю жизнь к нему иди, он всё будет впереди. Давайте подумаем. Ребята, что же это такое? Правильно, это горизонт. А что же такое горизонт? Давайте ответим и на этот вопрос. Горизонт, ребята, это земная поверхность, которая окружает нас. А что же такое линия горизонта? Если мы с вами посмотрим на следующий слайд, то увидим линию горизонта. Видите, ребятки, она красным цветом отмечена. Так что же это такое? Линия горизонта – это граница горизонта, которая как будто сливает небо с земной поверхностью. Ребята, солнце днём начинает высвечивать. Днём она бывает где? На южной стороне. Утром, где появляется солнце, это место называют востоком, а вечером место, где исчезает солнце, называют западом. Но помимо, ребята, этих трёх сторон, у горизонта есть и четвёртая сторона, которая называется севером. В нашей стране, ребята, солнце никогда не видно с северной стороны. Обратите внимание на картину. Мы видим, что ребёнок стоит, солнце падает на него, и его тень отражается. Спереди от ребёнка мы видим север, сзади юг, справа восток и слева запад. Ребята, чтобы определить стороны горизонта, существует такой прибор под названием компас. Значит, для чего же нужен нам компас? Компас нужен для того, чтобы мы точно определяли стороны горизонта. Кстати, первый компас был изобретён в Древнем Китае. Ребята, и я к вам на урок принесла сегодня компас. Использовать компас очень легко и просто. Ребята, давайте мы научимся с вами пользоваться компасом. Посмотрите на компас. Мы видим красную стрелочку. Для чего же она? Посмотрите. Она определяет стороны горизонта. Я вам советую, если у вас есть дома компас, то воспользуйтесь им дома и определите, что лежит на севере, какие предметы лежат на южной стороне. Ребята, вы все, наверное, знаете очень известную азербайджанскую сказку «Сказка о Джертане». Мы знаем, что Джертан и его друзья заблудились в лесу, и они на своём пути встретили чудовище. Но у этих детей не было компаса. Как же они могут вернуться домой, ребята? Давайте подумаем. Правильно. Если мы посмотрим, то увидим, что без компаса тоже можно определить стороны горизонта. А как вы можете задать такой вопрос? Правильно. Если мы находимся, например, в лесу, чтобы определить стороны горизонта, мы можем посмотреть на мох или же на расположение муравейника. Посмотрите на следующий слайд. На следующем слайде мы видим, что мох или шайник больше всего находятся на северной части. Почему? Как вы думаете? Потому что на севере холодно и прохладно. А муравейники, наоборот, располагаются всегда в южной стороне, потому что там теплее. Также, помимо этого, мы можем посмотреть на крону деревьев. Крона деревьев всегда с южной стороны бывает гуще, чем на северной стороне. Хорошо, ребята. Теперь я надеюсь, что и вы сможете найти все стороны горизонта. А чтобы закрепить нашу тему, давайте ответим с вами на следующие вопросы. Как меняет солнце свое положение в течение дня? Мы сказали, что утром солнце бывает на востоке, днем на юге, а вечером на западе. Второй вопрос. Какие существуют стороны горизонта? Сторон горизонта у нас четыре. Это север, юг, запад и восток. Как определяют стороны горизонта, когда солнце не видно? Верно, ребятки? Мы знаем, что мы можем определить стороны горизонта, посмотрев на муравейник или же на мух. И четвертый вопрос. Какое значение имеет знание сторон горизонта? То есть зачем мы должны знать с вами стороны горизонта? Правильно, ребята, чтобы не потеряться, чтобы смогли мы с вами ориентироваться на местности. Домашнее задание. Вы должны дома прочитать тему стороны горизонта и ответить на вопросы к тексту. Ребята, в нынешнее время с каждым днем увеличивается заболевших коронавирусом. Чтобы уберечь себя и своих близких, мы обязательно должны с вами выполнять очень простые правила. Это часто мыть руки, дезинфицировать их, держать дистанцию и носить маски. До свидания, ребята. До новых встреч.